Привет, это Марк Бартон. Рад, что вы смотрите это видео. Самый опасный вид сексуальности. Три признака. Вот сегодня мы об этом и поговорим. Три признака самого опасного вида сексуальности. Будем говорить, конечно, о женской сексуальности. И я уверен, что большая часть женщин, которые здесь смотрят это видео, являются обладателями вот этой сексуальности. Вы сейчас скажете, ах, Марк, что ж это такое? Вы сейчас узнаете, что это. Прежде чем начнем, напоминаю, что у нас каждый месяц проходит бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании под этим видео. Поэтому, если вы хотите разбираться в себе, не в мужиках, то как узнать желание мужчины, как узнать то, как... Себя давайте будем узнавать. Я вам предлагаю познакомиться с собой. Узнать о том, как вы устроены, как устроена ваша психика, ваше тело, биохимические процессы, почему вы в отношениях с людьми, которые вас обижают, почему вы притягиваете таких людей, почему вы в отношениях с женатым, почему у вас самооценка и проблема, почему у вас масса блоков в теле, которые вам не дают жить спокойной жизнью, а вы об этом знать ничего не знаете. Вот об этом, обо всем на моем онлайн-курсе «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка в описании под этим видео. Итак, самый опасный вид сексуальности. Три признака. Первый признак – это сексуальность, наполненная страхом. Если вы в отношениях с мужчиной живете в... проживаете состояние страха, быть брошенной, что вы расстанетесь, что он найдет другую, что он будет вам изменять, у вас там масса необоснованной ревности, вы боитесь, что ваши отношения рано или поздно закончатся, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень опасный вид сексуальности. Вот этой сексуальной энергией вы обмениваетесь со своим мужчиной. Хотите вы этого или нет, у нас между друг другом, между партнерами всегда происходит энергетический обмен. Мужчина, с которым женщина делится сексуальной энергией, наполненным страхом, будет относиться к этой женщине тоже, проживая определенное состояние тревожности. Пусть не напрямую к ней, но он будет часто погружаться в это состояние. Он будет возвращать ей эту энергию, только преобразованную в свои поступки, в свои действия. Чем больше этого страха у женщины, чем больше страха, что что-то произойдет в этих отношениях, и она останется одна, ее бросят, он сбежит. И, господи, тем больше это в сексуальной энергии. Там все это, там кишит, это, знаете, как насекомое, как тараканье какое-то. И они насквозь пробирают мужчину. Мужчина это чувствует. Мужчина не чувствует вашу истинную сексуальную энергию, а чувствует только такую не совсем полезную и питательную, токсичную. Кроме всего этого, вы должны не забывать и о том, что эта же сексуальная энергия, наполненная страхом, она блокирует еще и ваше тело, блокирует ваш тазобедренный сегмент, брюшной, то есть нижнюю часть живота может распределяться и перемещаться на грудную часть, то есть грудной блок, а может быть и шейный сегмент, горловые блоки, нижняя челюсть, все, что хотите. То есть как вот этот страх, откуда он начнет свое движение, свой путь, а это касается и опоры тоже вашей, то есть если мы говорим о страхе быть отвергнутой, брошенной, это базовое доверие миру, это ранний период формирования личности, ребенка, это могут быть и ножки ваши, причин может быть масса. Но вывод очень простой. Если ваша сексуальная энергия пропитана страхами, этой энергией питается ваш мужчина, возвращает вам ее в таком формате, что страха становится еще больше. И вы не можете понять в чем дело. Чем больше боюсь, тем больше притягивается мое ощущение, тем сильнее и чаще мужчина подтверждает мои опасения. Сексуальность, наполненная обидой. Тоже частое распространенное явление, когда женщина проживает в отношениях с мужчиной роль жертвы. Она очень часто становится жертвой в отношениях, ее границы нарушаются. Она переступает через себя, она переступает через свои ощущения в теле, переступает через свою самооценку и уходит в близость с мужчиной через сексуальную энергию, наполненную обидой. Естественно, мужчина будет отвечать действиями, которые будут вновь приводить женщину к состоянию разочарования, к обиде. Это такая, знаете, схема пигмалион, самосбывающееся колесо пророчеств, когда ты запускаешь свою эмоцию, либо свою установку, она считывается другим человеком и возвращается тебе в таком же формате, который вызывает у тебя вновь эту же эмоцию. Ну вот, допустим, у вас есть там какая-то установка, в которой вы проживаете обиду на мужа, через эту обиду вы выходите на действия, которые соответствуют обиде. Мужчина это все считывает и возвращает вам действия, где вы вновь обижаетесь. То есть у вас постоянное накопление обиды. И, конечно, вот когда женская сексуальность обидой напитана, она вообще, в принципе, является таким, знаете, застойным веществом в организме женщины. Ну как вот вода, которая застоялась, она покрывается там плесенью. Вот возьмем озеро, да, любое. Озеро, где нет природного обмена водой, нет куда уходить в воде, не приходит вода из-под земли, она просто стоит на месте. Не фильтруется, не обогащается там кислородом, ничем. Она постоянно, она постепенно начинает свистеть, эта вода. И в такой воде жизни-то, как таковой, быть не может. А то же самое происходит с женской энергией. Когда она начинает зацветать, когда она начинает тухнуть под влиянием и формированием обиды, то, конечно, мужчина это тоже все считывает. И эта сексуальность, она очень опасна и для самой женщины, и для мужчины. Третий признак того, что вы проживаете с партнером, самый небезопасный вид сексуальности, это сексуальность, пропитанная и наполненная чувством вины. Когда вы в отношениях с мужчиной, большую часть жизни проживаете с позиции «я должна». «Я должна», потому что есть некое чувство вины. Оно может быть вызвано вашим партнером. Возможно, это вами сформированное чувство вины самостоятельно. Но сексуальность, которая наполнена чувством вины, не имеет права на существование. Ее как таковой во вселенной нет. Так же, как сексуальности, наполненной обидой, либо страхами. Эта сексуальность мертвая. Она не распознается мужчиной. Она невкусная. Она такая, знаете, ее можно сравнить. С чем ее можно сравнить? Ну, наверное, это как воду наливать в сито. Вот можно резко туда плюхнуть, ну, как огромное количество воды. Она постепенно и просочится, и уйдет оттуда. Так же и здесь. Мужчина, который спит с женщиной, у которой сексуальность напитана страхом, чувством вины и обидой, он всегда будет совершать действия, которые будут притягивать женщину к этому же состоянию. Здесь получается такой замкнутый цикл. Задайте себе вопрос. Почему моя сексуальность пропитана чувством вины? Наверняка есть какие-то события. Возможно, вы себя ведете в отношениях с мужчиной как-то деструктивно. Может быть, он, а потом навязывает вам чувство вины. То есть, уже есть причина. От причины пошло действие. Какое? Вы наполнили свою сексуальность тем, что получили в отношениях, и поделились со своим мужчиной. Мужчина получил эту энергию и поделился с вами. Все, как в звезде замкнутый цикл, замкнутый процесс. Вам очень важно отследить, если вы та женщина или тот мужчина, который ложится в постель к женщине через чувство страха, через чувство обиды, или еще и там присутствует чувство вины, это очень опасное отношение. Вы должны понимать, что они могут закончиться внезапно и спонтанно для вас. Если вы действительно хотите, чтобы эти отношения были, они были нормальными и развивались, задача что? Идти в терапию и работать над собой. Иначе, как говорят, знаете, удачи не видать, потому что ваша деструктивная сексуальность, ваша сексуальность, напитанная страхом, обидой и чувством вины, просто-напросто приведет вас к состоянию одиночества и разочарования. А я еще раз напоминаю вам о том, что каждый месяц я провожу абсолютно бесплатно, бесплатный онлайн-курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Поэтому, если вы хотите, пожалуйста, присоединяйтесь. Ссылка находится в описании под этим видео. С вами был Марк Бартон. И до скорых встреч. Пока-пока.